Добрый вечер, Гомель. Мы приветствуем всех, кто этим вечером решил поговорить о покупках. Как часто продукты из супермаркета или техника из интернет-магазина не соответствуют вашим ожиданиям? Звоните в студию, телефон прямого эфира 3 7 519. Завтра День потребителя. Готовимся вместе. Впервые Всемирный день защиты прав потребителей отметили 15 марта 1983-го, через 22 года после исторической речи президента США Джона Кеннеди, в которую он провозгласил 4 основных права потребителей – на безопасность, на информацию, на выбор и право быть услышанным. Позднее к этим базовым правам были добавлены еще 4 – право на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду. По сложившейся традиции, тематику Всемирного дня защиты прав потребителей каждый год определяет Всемирная организация потребителей. В этом году она призвала сосредоточиться на правах потребителей в цифровой среде, определив соответствующий девиз «потребительские права в цифровую эпоху». Кстати, в Беларуси день потребителя совпадает с Днем Конституции. Отломанный каблук, просроченный йогурт, диван, который скрипит – с такой ситуацией хоть раз в жизни сталкивался каждый из нас. Кто-то разводит руками от такой покупки, а кто-то отправляется на поиски виновных. Кстати говоря, неплохая идея. Путь этот порой долгий, но бывает, что и эффективный. Начинает его очень часто с общества по защите потребителей. Встречайте, у нас в гостях председатель Гомельской городской организации общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» Людмила Бешенко. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. А у меня в гостях Юрий Конюков, юрист Гомельской городской организации общественного объединения «Белорусское общество защиты прав потребителей». Здравствуйте. Добрый вечер. И Елена Калинина, главный эксперт Гомельского отделения «Белорусской торгово-промышленной палаты». Здравствуйте. Добрый вечер. Проходите, присаживайтесь. Сегодня на протяжении целого часа наши гости будут готовы ответить на самые сложные и, в принципе, на любые вопросы от вас, уважаемые телезрители, по правам потребителей и тонкостям экспертизы товара. Мало того, именно сегодня в прямом эфире мы научим, как же отличить качественный товар от некачественного. В общем, присоединяйтесь к нашей беседе. Код Гомеля 8-0-232, телефон 3-7-519. Мы в прямом эфире. Ну что ж, самое время поговорить с нашими гостями. Людмила Ивановна, ну, вопрос первый. Скажите, пожалуйста, кто, кого, от кого защищает ваша организация? Мы – общество защиты потребителей. Потребитель – это физическое лицо, обычный покупатель. И мы защищаем их от недоброкачественных, недобропорядочных продавцов, изготовителей, сервисной организации, ремонтной организации. Вот это между юридическим и физическим лицом. И решаем какие-то, помогаем решать какие-то споры. Ну, при этом каждый из нас тоже часто является потребителем, покупателем. А вам приходится сталкиваться вот с невежливыми продавцами, с некачественным товаром вот в вашей повседневной жизни? Ну, конечно. Ну, невежливые продавцы уже, к сожалению, не к сожалению, а к счастью. В настоящее время все реже встречаются, но некачественные товары встречаются довольно часто. А вот срабатывает ли у вас вот эта схема, механизм срочно провести там экспертизу, срочно доказать, что я из общества по защите потребителей? Нет, срочно не возникает, но иногда да, действительно. Хорошо. А первый шаг, который делаете вы, который надо делать любому человеку, который столкнулся с каким-то, ну, скажем, не совсем приятным товаром, который не оправдал его ожидания. Это нужно подойти сначала к продавцу? Обязательно. Или сразу к вам? Мы не имеем права вмешиваться, пока, согласно 48 статьи Закона о защите прав потребителей, потребитель сначала сам должен обратиться к продавцу с претензией. Причем желательно эту претензию предъявить в письменном виде, чтобы получить письменный ответ, чтобы у нас были какие-то документы, на основе которых мы могли работать. И пишет претензию в любой форме продавцу, вот меня не устроило это, 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 прошу это, 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 и вот ждем потом ответа. Если ответ положительный, значит все нормально. Если ответ отрицательный, только после этого потребитель обращается в наше общество. А приходит потребитель к вам, рассказывает свою проблему, и чего он ожидает от вас, что вы должны сделать, каковы ваши действия? Вы опять же идете к организации, которая продала некачественный диван? Да, потому что с потребителем они хотят вот так нормально разговаривать, мы все же общество защиты потребителей с нами считаются и уже лучше. Мы пытались сначала обойти эту процедуру и сразу обращаться в суд, но нам судья сказала, что все же мы должны пройти процедуру и обязательно обратиться сначала от нашего имени к продавцу, а уже после того, если он отказывает, потому что на этой стадии мы уже решаем половину проблем, а уже если уже отказывает, тогда мы обращаемся в суд. А какова вот вероятность, что суда может и не потребоваться? Что в принципе человек, который только буквально вчера разговаривал с недобросовестным продавцом, после вот вашего участия решил проблему? Часто так против? Ну, 90% мы вообще потребителям, во-первых, чтобы все знали потребителя, услуги для потребителя мы оказываем на безвозмездной основе, то есть бесплатно. И по телефону, после разговора со мной, с юристом, потребитель уже знает свои права, мы подсказываем ему, что нужно сделать, чтобы не доводить дело до нас или до суда. И процентов 90 случаев уже положительный результат виден в том этапе. Ну, бывают такие вот совсем недоброкачественные продавцы, недоброкачественные, непорядочные продавцы, которые, ну, не хотят идти на уступки, не согласны там. Вот только после того, как они отказывают потребителю, потребитель идет к нам. Ну, что ж, скажите, пожалуйста, какие покупки в последнее время чаще всего вызывают недовольство вот гомельчану, жителей Гомельской области? Вот какие вам дела приходилось решать? Ну, на обувь часто жалуются. Некачественные. Техника бытовая, телефоны мобильные. То есть все, в принципе, что нас окружает? А продукты питания? Нет, мы, к сожалению, продуктами питания не занимаемся. Там мы отправляем санэпидемстанцию. У нас есть телефонный звонок, не подсказывай. Давайте послушаем наших зрителей. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Михаил, у вас что-то сломалось? Каблук, диван? Что произошло? Я заказал кухню, и мне пообещали сделать ее за два месяца. Взяли предоплату 50%, но кухню в срок не доставили. Написали письмо с продлением срока. Могу ли я отказаться от товара? Я могу отвечать. Да, спасибо вам большое, Михаил, вопрос. Да, может, типичная ситуация. Во-первых, сделали предоплату, и можно насчитать пеню. А, с того момента, да? Поставки и финансирование, да, на тот момент, когда они не поставили товар. Во-вторых, вы можете назначить им дату окончания доставки кухни. Не они вам диктуют, а вы им диктуете. Если вы согласны, вы принимаете их условия. Если не согласны, вы не принимаете их условия. И можете потребовать возврата уплаченной предоплаты и расторнуть договор. Это ваше право. Там на усмотрение, как вы хотите. То есть в любом случае предоплату вернут, вернут еще пеню. Да, и после этого пеню можете насчитать. Если добровольно вам не пойдут на уступки, обращайтесь к нам. Наши юристы вам все рассчитают и помогут. Я так понимаю, что в данной ситуации, ну, наверное, Михаил сам не знал, как действовать. Потому что все-таки, видите, заказал кухню. И вроде как, не знает даже, наверное, куда и сейчас бежать. Давайте механизм этот расскажем. Вот что ему делать? Прийти к продавцу, а если он откажет ему? Скажет, вот не буду я возвращать, я не пеню, ничего. Звонит в общество. Дорогие потребители, еще раз повторяю. Сказал, не подходит. Нужно обязательно письмен. Вот, к этому мы и ведем. Да, составить претензию, в каком виде вы там желаете, отправить продавцу. Продавец должен максимальный срок ответа 14 дней. Если в течение 14 дней он не ответил, либо ответил отрицательно, то вот после этого со всеми документами вы приходите к нам. И дальше уже действуем мы. Вот, очень полезная информация. Дорогие друзья, я бы хотела просто, наверное, даже внести такой некий сюрприз. Нашу программу сегодня вас ждет. Вот в прямом эфире самая настоящая экспертиза некачественных товаров. Так что оставайтесь с нами. Вернемся в студию после рекламы. Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Михаил. Так, Михаил, слушаем. Значит, я вот звоню вам по такому вопросу. Я вот буквально 20 февраля заказал сварочный аппарат инвекторный в городе Минске через интернет-магазин. Вот. Мне доставили, как бы, все вовремя, все хорошо. Но когда я попытался, ну вот, его использовать, ну, поварить им, поработать, его характеристики не соответствуют тому, что было написано в их объявлении. Вот. Я попытался связаться с этими продавцами. И в итоге мне, я вот четверг ездил на Минск, возил его туда, аппарат этот. Они мне наобещали, наобещали. То есть и под замену, и там другой. И в итоге сказали, что суббота или воскресенье мы вам обменяем, привезем. Так хорошо, ведь обменяют. Нет. Вы послушайте дальше. И в итоге вот прошла суббота, воскресенье, сегодня уже вторник. И уже сайт этот весь отнулирован, на телефоне никто не отвечает. И как это мне дальше поступить? Ясно. Спасибо. Вообще, мне кажется, вопрос понятен. Такое, ну, вот, как мы и пытались сегодня начать. Да, я вспоминаю, мне Михаил уже звонил, но он... То есть вы курс этой проблемы даже? Да, нет, я помню, разговаривала с ним. Я думала, что они ему все поменяют, а теперь он их не может найти. Значит, должны быть у него какие-то реквизиты. Если нет телефонов, то когда получал сварочный аппарат, там есть гарантийный талон. Там есть название поставщика, там есть его УНН. По названию поставщика и учетно-налоговому номеру можно обратиться в горы с полком в одно окно. Это стоит одна минималка, там одна базовая величина, 23 рубля нужно заплатить. И ему дадут адрес поставщика. И тогда уже надо писать ему, писать. Если они не отвечают, да. Ну, в принципе, тему интернет-технологии и онлайн-покупок мы обязательно затронем сегодня в нашей программе, но чуть позже. Поэтому сейчас, я думаю, наверное, дадим слово Александру и его гостям. Спасибо большое. Пока зрители к нам дозваниваются в прямой эфир. Юрий Леонидович, у меня к вам вопрос. Расскажите, когда к защите прав потребителя подключается юрист? На каком этапе? На этапе, когда человек получает отрицательный ответ по своей претензии, когда его требование не удовлетворяется, он обращается к нам. Это могут быть разные причины. Возможно, служба доставки не может доставить это письмо, которое, как сказала Людмила Ивановна, претензия самого потребителя. В таком случае мы уже дальше проводим свою процедуру, выясняем, что за организация, где находится, каким образом связаться для возможности какого-то контакта. Потому что контакт, он первичен, прежде всего, до каких-либо бумаг. Вы знаете, мне кажется, вот именно для вас сейчас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья Витальевна. Наталья Витальевна, в чем ваша проблема? У вас вопрос к юристу мне подсказывает. Да, да, у меня вопрос к юристу. Если можно, покороче попробуйте. Вопрос такой. Кто защищает права потребителя после решения суда? Хороший вопрос. Судебный исполнитель, я так даже, по-моему, не знаю, да? Юрий Леонидович, как бы вы ответили на этот вопрос? Да, у нас работает служба судебных исполнителей, которые занимаются непосредственно уже взысканием того, что определил суд. Я извиняюсь, можно попросить редакторов уточнить, у нас остался еще телезритель на линии? Или все? Звонка нет уже. Хотелось просто уточнить, в чем проблема, да. Значит, я поясню. После решения суда оно направляется в ОПИ, отдел предназначительного исполнения. По месту нахождения должника это всегда происходит. И уже судебные исполнители, они работают с должником в зависимости от степени производства. Делается выезд на место. Ну, все понятно. Ну, вот мне подсказывают редакторы, что наша телезрительница, она хотела обратить внимание, что по суду принято решение, ну, такая типичная, наверное, ситуация, по суду принято решение выплатить деньги. Она не исполняется. Да, вот слушай, Наталья, вы еще раз в эфире. Вы можете в двух словах обрисовать, что случилось у вас? Могу. Так, слушай. Могу. Индивидуальный предприниматель Тередя. Так. Установка дверей. Так. В 2012 году имела неосторожность к ней обратиться. Установили двери. Дальше. Ну, там были большие проблемы. В 2013 году, в январе 2013 года, был суд. До сих пор никакой компенсации мне не выплачено. А что по суду? Какое решение было принято по суду? Решение возместить мне ущерб. Какая сумма? Вы помните же, наверное? Помню. 19 миллионов. Это было в 2013 году сумма такая. Да. Это было примерно 2000 долларов. А что происходит сегодня с вашим должником? А ничего. Судебные исполнители мне говорят, что это ваша проблема и занимайтесь ею сами. Скажите, в каком районе вы живете? В Гомеле? Я в Гомеле живу. А какой районе? Решение было центрального суда. Спасибо вам большое. У Юрия Леонидовича есть комментарии. Да. Есть здесь, скажем, два действия, которые необходимо сделать в данной ситуации. Во-первых, обратиться на имя начальника ОПИ центрального района с заявлением о принятых судебным исполнителем мерах по исполнению данной исполнительной производства. Это раз. И второе действие, которое вы должны сделать, обратиться в суд, вынившее решение, которое выносило решение суд Центрального района о том, чтобы была произведена индексация ваших денежных средств. И суд на основании индекса потребительских цен, он произведет перерасчет за эти два года, чтобы те средства, которые в силу инфляции, они, скажем так, обесценились, чтобы они были тождественны. Вот таким вот образом. Спасибо большое за информацию. Скажите, вот вопрос у меня как потребителя в том числе. А как часто в суде выигрывают потребители? Друзья, здесь все зависит от ситуации, с которой приходит потребитель. И, безусловно, работы юристов. Поскольку мы в первую очередь сталкиваемся с ситуацией, даем ей правовую оценку. Смотрим, насколько ситуация будет иметь успех в суде. И скажу вам, это не секрет, процентов 60-70 мы потребителям, возможно, даже прямо отказываем. Потому что, когда видим какие-то нестыковки или же... А что значит отказываете? Какие нестыковки? Мы отказываем в плане того, что есть, когда ситуация... Человек считает, что он прав, но на самом деле, если мы проводим все через спектр закон о защите прав потребителей, либо о защите прав потребителей в области жилищно-коммунальных услуг, это тоже наша тема по работе. И мы видим, что ситуация, она не соотносится в рамках требований, то, что хочет человек, вот и все. Банально обмен ювелирных изделий в магазине лекарственных средств, тот же ремонт, вернее, не ремонт, а когда товар новый, сложная техническая техника, сложная техническая там, допустим. И мы поясняем, что, извините, вы не вправе требовать... По закону не требуется. Да, это сложный технический товар, который, если он качественный, то обмену он не подлежит. То есть все, и на этом потребитель эту тему закрывает? Мы поясняем, если... Если уж даже вы так скажете. Да, мы поясняем, что как бы беспреспективность дела, поэтому, извините, мы тоже за свою репутацию, мы не можем в суде иметь бледный вид, нам это не нужно. Поэтому есть определенные проценты, и как бы он подавляющий. Мы просто вынуждены отказывать людям, потому что, может, это кому-то не нравится, безусловно, но... Я знаю, что в суде очень часто вы используете показания эксперта, и это одно из определяющих является, да? Да, мы прибегаем к помощи, и мы работаем, конечно, совместно. Елена Валерьевна, к вам у меня такой вопрос. Вот давайте начнем с того, что же такое экспертиза товара? Как этот процесс, эта процедура выглядит? Ну, экспертиза — это ряд действий эксперта, направленных на определение соответствия качества товара или его внешнего вида каким-то установленным требованием. Требования эти могут быть установлены стандартами, образцом, эталоном, чертежом, эскизом, если этот товар, например, по индивидуальному заказу. Если это мебель, которую мы покупаем по образцу, имеющемуся в магазине, тогда мы можем сравнивать качество этого товара с тем образцом, который имеется в магазине. Переставлено на витрине. Если же этот товар покупается через интернет-магазин, тогда мы сравниваем его с описанием. Все зависит от задачи, поставленной перед экспертом. Задачу эту ставить может как продавец, так и покупатель. Чаще всего к нам обращаются сами покупатели, когда не смогли договориться со своим продавцом. И экспертиза может отвечать на очень большой круг вопросов, решать множество задач. Например, имеются ли дефекты в этом товаре, какой носят они характер, производственный или эксплуатационный. То есть возникли ли они уже самого потребителя. Процент потери качества товара от наличия этого дефекта, например. Процент потери качества товара, если товар пострадал от действия третьих лиц, например, в результате ДТП, в результате пожара или залития. Например, соответствие размера маркировочным данным. Ну, очень много вопросов. Мы часто слышим такое понятие независимая экспертиза. Но вот когда касается дела, кому бежать за этой независимой экспертизой, где ее искать? Ну, приходите к нам. Гомельское отделение торгово-промышленной палаты, Ирининская, 21. Еще у нас есть филиалы в районных центрах. Такую экспертизу могут провести еще в Светлогорске и в Мозере. Но я тут хочу сразу предупредить, что экспертизу сложной бытовой техники, телевизоров, компьютерной техники мы, к сожалению, не проводим из-за отсутствия материально-технической базы для таких исследований. Я не знаю, мне кажется, Саша, что мы могли бы сегодня нашим телезрителям предложить такой, знаешь, бонус вторничный. Давай попросим эксперта вот прямо сейчас провести экспертизу в нашей студии. Ну, я сейчас попрошу режиссеру показать несколько образцов. А, хорошо, точно. Несколько образцов, а вас попрошу прокомментировать фотографии, вещи, которые вам приносили на экспертизу. Готовы сделать это прямо сейчас в нашем эфире? Да, действительно, давайте расскажем и покажем. Дайте нам, пожалуйста, на монитор посмотреть вещи, которые уже были подвергнуты экспертизе. Что это такое? Вернули обувь по причине натирания стопы, если я правильно объясню. В чем же здесь разница? Дело в том, что когда обувь натирает, или она неудобна, или она не нравится, но уже потребитель начал ею пользоваться, он уже без дефекта не имеет права вернуть назад продавцу. И натирание это может быть из-за того, что, ну, еще просто стопа не привыкла к этой обуви. И такое часто бывает, когда мы покупаем обувь, нам какое-то время нужно для того, чтобы ее разносить. Но иногда бывает, что это натирание связано с каким-то производственным недостатком. И такой недостаток, вот на этой фотографии имеется, это разная высота задника. И вы смогли это доказать? Конечно. Все, этот товар можно вернуть спокойно? Да, дело в том, что есть отклонения, предельные отклонения, которые допускаются. Например, высота задника в ботинках или полуботинках может быть не более 2 мм. Но в данной паре было 5 мм. То есть это уже превышение всех норм? Если я не ошибаюсь, то с обувью случаются достаточно частые вопросы у потребителей. Да, дело в том, что вот это... Давайте, если у нас еще один пример, давайте я попрошу режиссера показать еще один пример, связанный с обувью. Опять же, возвращена продавцу обратно обувь в связи с тем, что ее неудобно носить, в связи с тем, что какой-то дискомфорт ощущает. В принципе, он виден даже, мне кажется, дискомфорт, да? Да, но если присмотреться, тут вылегание деталей промежуточных, и они, конечно же, натирают и являются недопустимым дефектом. Елена Валерьевна, мы постарались нашу сегодняшнюю студию максимально приблизить к какому-то подобию того же супермаркета. Вот у нас здесь есть корзина с товарами. Давайте прямо сейчас в нашей студии попробуем провести небольшую экспертизу. Готовы? Давайте. Давайте поддержим нас аплодисментами. Прошу, вот там есть различный товар, но продуктов питания нет, но то, с чем обращаются чаще всего, вот что вам приглянется в первую очередь из всего представленного здесь? Ну, давайте. Возьмем текстиль, да? Более знакомое, да. Проходите вот к нашему экспертизному, экспертному столику. Я посмотрю, все ли вы забрали. Можно я прихвачу еще вот эти вот тапочки черненькие? Ну, давайте попробуем. Саша. Итак, что можно сделать, ну, скажем так, прямо в магазине, скажем так, не отходя от кассы? Вот понравился какой-то товар. Вот я смотрю, вам приглянулся этот платочек с люрексом. Почему вы его сразу взяли из нашей корзины? Я его взяла, потому что он черного цвета. То есть черный товар, это уже сразу... Ну, у меня просто есть подозрение, что, возможно, этот товар имеет такой дефект, как неустойчивость к красителям. А почему? Это уже, скажем так, взгляд эксперта? Ну, потому что это, скорее всего, какая-то китайская вещь, и такие дефекты у них часто встречаются. Ну, мы можем это проверить. То есть вот берем... Что для этого надо? Минимальные средства какие? Минимальные средства это... Естественно, что лабораторию в доме открывать не станешь с реактивами, пробирками и прочими колбами. Да и в магазине тоже. И в магазине тоже. Это с собой не возьмешь, но образец, какой-то платочек может быть. То есть кусочек хб-шной ткани? Хб-шная ткань белого цвета. Мы проводим пятикратное трение. Ну, вот в этом шарфике, да, краситель устойчив к сухому трению. Можно проверить... То есть иногда можно в этом шарфике попасть и под дождь? Да, можно проверить, намочив этот образец нашей белой хлопчатобумажной ткани в водичку, простую воду, и повторить. И так, на глазах у изумленной публики. Опять пять раз проводим. И вот мы видим потемнение и переход красителя на образец. То есть это всего лишь пять трений и все? Да, да. Можно только догадываться, что происходит с шеей, которую платок трется постоянно. Да, к сухому трению он устойчив, краситель, а к мокрому неустойчив. То есть при стирке этот шарфик... Поменяет цвет. Поменяет, он может не поменяет цвет, но накрасит изделия, которые будут с ним рядом стираться. И вот эти вот полосочки светлого цвета, они тоже станут другого цвета. Саша, можно спросить, а можно такой шарфик вернуть, если вдруг я обнаружила, что он красный цвет? Конечно, продемонстрировать продавцу этот тест и убедить его в том, что он некачественный. Спасибо. Но это не все товары. Есть у нас еще вот такой трикотаж. Это, кстати, что? Ну, да. Утепленные штанишки. Да, лосины, да, женские, вероятно. Такой же дефект может быть и в этом изделии. Давайте проверим. Проверяем таким же образом, да? Таким же образом. С сухим и потом не сухим вариантом. А дома можно самим так все сделать, да, Саш? Ты уже, в принципе, тужная, да? Да, и желательно, чтобы вы это до стирки проводили, такие опыты. Потому что после стирки, когда уже все перекрасилось, уже трудно доказывать, что вы соблюли правила по уходу, соблюли температурный режим стирки и не навредили сами этому товару. Если вот он полинял и окрасил близлежащие участки, там, другой цвет. Так часто встречается, когда дорогое платье, и оно полиняло, белые узоры стали, там, красными или черными. Не белыми, поменяли цвет кардинальным образом. Тогда уже экспертизу очень сложно провести. Скажите, о чем рассказала нам эта вещь? А вот эта вещь нам рассказала о том, что здесь неустойчив краситель к сухому трению. То есть про влажное трение уже даже можно и речь не вести? Можно и речь не вести, да. То есть мы будем носить эти лосины сверху, одевать какую-то тунику. Эта туника у нас будет превращаться постепенно вот тоже в такой цвет, окрашиваться. И это тоже является дефектом производственного характера. Это мы поговорили о трикотаже. То, что касается обуви. Что же можно сказать вот про эти вот красивые, замечательные летние балетки? Ну, балетки эти бывшие в эксплуатации однозначно имеют дефект оседания жесткого задника. Это дефект производственного характера, когда задник установлен неправильно. То есть это не от активной ходьбы потребителя? Нет, не от активной. Если установлен правильно, то пятка всегда зафиксирована жестко. Жесткий задник этот держит форму и не деформируется вот так вот при нажатии. И такой дефект часто встречается. В балетках иногда отсутствует вообще каблучок. И когда это оседание происходит, каблук отсутствует. И вот эта деталь трется тогда об асфальт и вообще протирается до сквозных отверстий. Ну, то есть превращается еще в более открытую обувь. Да, да. Как поступать в таком случае? В таком случае нужно тоже предъявлять претензию продавцу и покупатель имеет право. Ну, и вот у нас здесь есть еще такие, на мой взгляд, качественно сделанные женские башмачки. Вот что скажете про них? Ну, это обувь тоже слегка уже ношеная. То есть для начала надо вот так проверять обувь, да? Насколько она... Да, нужно ее проверить, что здесь... Чтобы совпадал размер. Пара, да, была парная, чтобы все детали были симметричны между собой. Высота каблуков проверяется, длина этой обуви. Ну, здесь я вижу небольшую разнооттеночность. Здесь каблуки и вот сама... Из разных пар взяли их? Да, может быть... Я сейчас спрашиваю. Может быть, дело в том, что при комплектовании на производстве могут положить из разных пар, да, и они немножко будут отличаться. У них разнооттеночность, и это тоже является дефектом, если эта разнооттеночность видна. Вот я, например, по каблукам вижу, что этот более светлый, этот более темный. Даже вот здесь вот, в носочной части, этот оттенок разный. Вот теперь вот, когда сказали, теперь вижу и я. Спасибо вам большое за эти ценные советы. Проходите, продолжим наш эфир. Саша, у нас есть телефонный звоночек. Да, давайте послушаем. Давай послушаем наших зрителей. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Светлана. Светлана, что случилось? Что вы купили некачественного? Мы купили некачественного, мы просто покупали кофе в магазине. Так. И, ну, там, ну, видно, покупал кто-то это кофе и поставил высокую цену, поставил там, где занижена цена. А, вы купили кофе по заниженной цене? Ну, мы купили, мы хотели купить дешевле кофе, но мы не знаем, что оно по такой цене. Когда мы пришли на кассу, мы, ну, мы покупали кофе, например, там, я уже не помню там цену, за 44 500. Так. Когда мы вышли на кассу, там же много товара берем. Я сразу отхожу и проверяю цену. Я смотрю, что она мне выбила, ну, больше суммы, ту, которую я хотела. Ну, допустим, 5 500. Так? А? Допустим, 5 500 вам. Да, да. Так. Я когда начала проверять, смотрю, кофе не за 4 500, а... Я вас поняла. Хорошо, а почему вы не вернули этот товар? Ну, я же вернулась на кассу и говорю, мы посмотрели, ну, попутали цену. Был этот товар вот там-то и там-то поставлен. Они начали на меня ругаться. Так. Сказали, что товар качественный, и мы не имеем права его у вас возвращать назад. Я говорю, мы просто посмотрели, у вас цены здесь попутанные были. И они, короче, на меня наругались и, короче, вынесли меня с магазина. Скажите мне, пожалуйста, что это за магазин, и вам так, у вас так и не забрали товар? Вы вынуждены были его? Мы не забрали у нас товар. Вы вынуждены были его? И мы только не просили, я уже заведующую звала, хотела написать жалобу. Почему не написали, да? Они написали книгу и сказали, вот смотрите, вот такой случай у нас был, это было 9 декабря. Вот такой случай у нас был, вот мужчина написал жалобу, вот мы получили с Минска ответ, и в ответе написано, что качественный товар возврату не подлежит. Спасибо большое. Я думаю, что сейчас наши гости подскажут, как вам действовать дальше, и подскажут, наверное, остальным телезрителям, которые сталкиваются с подобным, ну, на мой взгляд, вообще беспределом. На мой взгляд. Как вы считаете, нет? Ну, мы не занимаемся продуктами питания, но я думаю, что надо было написать... А здесь типичная ситуация, и даже не продукт питания. Жалобную книгу, да. Кофе, человек невнимательно. Нужно быть друг к другу, более хорошо относиться, и заведующая магазин должна была поменять человеку, просто помочь. А если не помогла, написать жалобу книгу. Меня, например, в этой ситуации посмотрело то, что еще и наругали покупателя. Обвинили его в том, что вот он пришел с этой претензией. Ну, каждый может оказаться на месте покупателя, не внимательно посмотрел, поэтому давайте быть друг к другу более вежливыми. Добрее, конечно же. Но если я покупаю товар, и вот отошла от кассы 2 метра, и по какой-то причине передумала его забирать, могу я его вернуть сразу? Конечно, есть товары, вот она говорит, есть, сказали, что качественный товар обмену и возврату не подлежит. Нет, есть товары, которые можно обменять в течение 14 дней. Одежда, обувь. Кофе можно обменять? Ну, вот там не подошедшие по размеру, расцвету, фасону и так далее. Кофе по фасону вроде как не подойдет, так что... Даже не важно, если это невкусная колбаса вдруг, да? Да, тут просто непорядочность, я думаю, заведующая магазина, которая не пошла на уступку. Спасибо. Дорогие друзья, ну вот видите, как бывает иногда сложно определиться, что же нам делать. А вот представьте, если вдруг новая дорогая крыша металлочерепица потеряла цвет, а продавец не торопится ее менять. Или к чему может привести обычное обращение в автосервис? Или, допустим, вот как вернуть товар или деньги за товар-услугу, если фирма ликвидировалась? Ну, или есть ли смысл бороться с недобросовестными туроператорами? Вы знаете, на самом деле мы сегодня приготовили для вас такую подборку, на наш взгляд, самых интересных историй, которые приключились с жителями нашей области. Давайте прямо сейчас посмотрим и далее поговорим. Жительница Ельска Татьяна Гриневич построила дом с синей крышей, а может и не синий. По крайней мере, через год после покупки определить цвет металлочерепицы было довольно сложно. Мы на беседку приобретали металлочерепицу и на дом. Вот такую изначально. Это у меня остались куски металлочерепицы, которые мы покупали. А теперь она вот такая стала. У нас смывается тряпка. Вот она моется. И остается краска на тряпке. Возмущенная женщина позвонила продавцу и предложила решить вопрос мирным путем. Коль скоро испортилась крыша, проданная им, то пусть он и меняет ее на новую. Шутка ли сказать? 366 квадратных метров. В ответ местный предприниматель Максим Критский предложил незначительную компенсацию. Я через определенное время выехал на место, посмотрел на объект и со своей стороны предложил покупательнице какое-то моральное возмещение по данному вопросу. На тот момент в районе 5 миллионов я предложил как возмещение морального ущерба по данной черепице. Также сказал, есть ли какие-то вопросы, вся гарантия идет от производителя. Пенсионерке потребовалось 3 года, чтобы доказать, что ей продали бракованный товар. Многочисленные запросы, ожидания, экспертизы, судебные заседания. Весной 2016 года Татьяна узнала, что суд наконец-то обязал предпринимателя в течение месяца заменить выгоревшую кровлю. Но радость пенсионерки была недолгой. Прошло лето, закончилась осень, а крыши все не было. И лишь с первым снегом новая металлочерепица наконец-то украсила дом Татьяны Гриневич. Четырехлетней судебной тяжбой обернулась для жителя Ельска Владимира Антропова рядовая диагностика автомобиля. Пригнал автомобиль на СТО, на диагностику и ремонт топливной аппаратуры, заключил договор. Ну и дальше уже пошло-поехало. Владимир был недоволен ремонтом и отказывался забирать автомобиль в недоделанном варианте. А вскоре и вовсе обратился в суд. Пока суд доделал, испортился не только автомобиль, но и исчезла станция техобслуживания, которая его ремонтировала, зарегистрированная как общество Полидан. За это время потускнил не только взгляд хозяина машины, но и цвет самого автомобиля. Частично разобранный, с деталями и запчастями в багажнике, вот уже несколько лет французский красавчик одиноко стоит на территории станции автоцентра. Все лежит в багажнике. Вот состояние автомобиля, видите, все полностью. Вот это лакокрасочное, вот видите, как стало. Все шершавое. Смотрите, состояние. С той стороны колеса спущенные. Станет ли когда-нибудь этот автомобиль вновь средством передвижения, сказать затрудняются даже специалисты. По решению Верховного суда еще в июле 2016 года СТО должна была вернуть автомобиль владельцу в комплектности, в которой машина находилась до ремонта. Плюс выплатить пострадавшему 34 миллиона недономинированных рублей. Однако выполнить это постановление оказалось невозможно. Через несколько дней после судебного заседания станция техобслуживания исчезла. Официальная причина – исключение из единого государственного регистра. А раз СТО нет, то и платить не стоит, рассудили представители виновной стороны. Это физически нельзя никак сделать, потому что полиданного уже нет. Узнав такое, обиженный автолюбитель развел руками. Что делать, куда бежать, где искать правды? Юристы посоветовали не отчаиваться и обратиться в экономический суд. Решение регистрирующих органов о ликвидации юридического лица может быть обжаловано в экономический суд, который рассмотрит вопрос о законности принятого решения. Также хотелось бы отметить, что собственник имущества, учредитель общества полидан в течение трех лет после ликвидации может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам общества. Два года назад родители подарили Снежане итальянские каникулы. К долгожданной поездке подошли ответственно. Лететь в Италию предстояло из Вильнюса, вот и обратились в надежную фирму. Заключили договор, пожали руки и сели на чемоданы. Волнение началось за день до отъезда, когда Снежана и ее подруга не получили визы. Здесь бы призадуматься да поменять туроператора. Но фирма уверяла, что все будет в порядке. Однако в Литве быстро получить визы не удалось. И Снежана с подругой опоздали на самолет. Мы остались в чужом незнакомом городе, в Вильнюсе, и не знали, что дальше делать. Мы остались без билетов. Обеспокоенные родители позвонили туроператору, который просто раздул руками. И она сказала, обращайтесь в посольство. Мы, конечно, говорили, что как в посольство договора с вами, деньги уплачивали вам, помогайте выйти из ситуации, нужно как-то дальше. Дети сидят одни за границей. Недолго думая, родители самостоятельно заказали детям билеты на все потерянные рейсы. Вернувшись из Италии, недовольные туристки подали на туроператора в суд. После четырех разбирательств стороны пришли к мирному соглашению. Турфирма пообещала выплатить Снежане и ее подруге 21 миллион недономинированных рублей. Часть выплат дела на себя минская фирма. Оставшиеся 14 миллионов семья Назаренко ждет уже больше года. Как оказалось, получить деньги даже по суду иногда сложнее, чем добраться до Италии. Дорогие друзья, мы продолжаем. Во время этого сюжета наши редакторы смогли дозвониться до одной из героинь сюжета. У нас вот сейчас на связи мама девочек, которые неудачно съездили в Италию. Интересно, кстати, узнать, чем закончилась на самом деле эта история. Алло, Анна, добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Скажите, пожалуйста, чем закончилась ваша история? Ну, вы знаете, история закончилась наконец-то вот буквально в феврале. Нам выплачена была полная сумма. Все полностью. Сколько времени, еще раз напомните, вот вам пришлось ждать после решения суда этих денег? После решения суда. Значит, решение суда было в декабре, и был у нас такой уговор документальный, что выплатят нам эти деньги до 10 января 2016 года. Как уже было озвучено, минская фирма выплатила до Нового года еще, продолжали вот до этого февраля, но это благодаря нашей, конечно, активной жизненной позиции. Деньги вот только в феврале этого года, то есть более года, мы повыбуждали. Скажите, судебные исполнители помогли вам как-то, или вы все сами это сделали? Вы знаете, вот судебные исполнители, они, значит, проверили счета. Этой фирмой была как-то другая фирма. Прежняя фирма прекратила свою деятельность. Понятно. Судебный исполнитель отвечал, что они никак не могут повлиять, пока на этот счет опять не возобновятся поступления. Ясно, спасибо. Я поняла. Анна, спасибо большое. Насколько я понимаю, ваша ситуация прекрасно разрешилась. Ну, слава богу, да. Но скажите, какие вот вообще выводы сделаны были вами? Поедете путешествовать в этом году? Ну, вы знаете, жизнь продолжается, поэтому путешествовать мы, конечно, будем. А как вы будете теперь выбирать компанию туроператора? По каким критериям? Ну, знаете, надо, конечно, стараться обращаться к более каким-то проверенным уже. А если уже попали в такую ситуацию, нужно проявлять активную жизненную позицию, конечно. И надо что-то добиваться, чтобы такие вот фирмы знали, что нужно повышать свой профессиональный уровень, и чтобы оказывались только качественные слуги. И, конечно, нужно вот это все добиваться, именно обращаться в органы. Это вот целый год была наша работа. Ой, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Да, яркий пример. Благодарим вас, конечно же, нашу Анну, да, телезрительницу. Людмила Ивановна, но вот скажите, вот в нашем сюжете были показаны три истории. Они совершенно разные, но мне кажется, их объединяет одно это. Каждая история пришла в суд. В каждой истории было судебное решение. И в каждой истории это судебное решение не было выполнено в срок. Скажите, это вообще типичная или, скорее, нетипичная история для нашего времени? Ну, да, возможно, типично, потому что фирмы пытаются либо скрыться, либо показывают свое банкротство, либо у них действительно нет средств, чтобы возместить какие-то недоработки, недостатки. То есть получается какой-то замкнутый круг. У фирмы обанкротилась, денег нет, да, но при этом по суду она должна выплатить. Ну так что надо делать в такой ситуации, вот скажите? Суд. Это последняя инстанция, куда стоит обращаться или? Ну, в зависимости от спора, от сторон, скажем так, ведь есть еще и другие организации, это управление торговлей и услуг, в зависимости от вида товара. Есть у нас правоохранительные органы, прокуратура города Гомель, это же, либо области. И вообще судебная система ведь она не замыкается только на судах общей юрисдикции первой инстанции. Также есть возможность, если сторона не согласна обратиться выше, это суд второй инстанции, судебная коллегия по гражданским делам областного суда, и дальше выше, Верховный суд, надзорные жалобы и прочее. Но ведь бывает достаточно много случаев, когда люди не хотят, ну, как бы не имеют желания обращаться в суд. Ну, а, думают, ладно. Здесь уже действует... Боятся хлопот, мне кажется, очень. Да, здесь уже действует, друзья, мудрая, такая житейская пословица о том, что подлежащий камень вода не течет. Здесь нужно уже... То есть хочешь добиться правды, постарайся сделать какие-то действия сам. Да, если ждать, ничего не будет, нужно что-то действовать, предпринимать меры. Вот как в случае с нашей телезрительницей Анной, которая целый год, к сожалению, пыталась найти правды. Да? Да, здесь нужно принимать какие-то меры для того, чтобы получить исполнение, потому что самостоятельно что-то сложно, да. Я так подозреваю, вопросов у нас еще очень много, этим для разговора тоже. Давайте, наверное, уйдем на небольшую рекламу. После этого продолжим наш разговор в прямом эфире. Оставайтесь вместе с нами. Сегодня все больше и больше потребителей отказываются от похода в торговый центр, от длинных очередей, и все, конечно же, в пользу интернет-покупок. Ну, мне кажется, здесь все понятно. Делать онлайн-покупки с чашечкой кофе в уютном кресле перед монитором – это всегда приятный выбор, огромный. Потребительский рай в интернете действительно сегодня открывает огромные безграничные возможности для нас потребителей, но также таит в себе определенные опасности. Я хочу пригласить в нашу студию представителя интернет-магазина. Встречайте. У нас в гостях Максим Лысенков. Добрый вечер. Присаживайтесь. Ну и, конечно же, спасибо. Прежде всего за то, что вы согласились прийти сегодня на такую, в общем-то, скользкую тему, я считаю, как права потребителей. Максим, как давно вы занимаетесь интернет-торговлей? Ну, около года мы занимаемся интернет-торговлей, можно сказать, мы только начинаем. Только начинаете. А скажите, что вы продаете? Какой это вид товара? У нас детский интернет-магазин. Так. Вот. Мы продаем детскую косметику, аксессуары. Памперсы, то есть? Памперсы, питание. Ну, то есть, я так понимаю, что ваши потребители – это такие взволнованные мамашки, которые самые щепетильные, наверное, покупатели. Скажите, вот часто к вам обращаются с жалобами на вашу работу, на ваш интернет-магазин? Ну, мы стараемся не доходить до этого жалоб. И в большинстве случаев родители, они четко уже знают, что им надо ихнему ребенку. То есть, у вас практически нет таких вот обращений. Да вы просто какой-то идеальный интернет-магазин, дорогие друзья. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем на магазину. Ну, скажите, я знаю, что вы тоже являетесь наверняка активным пользователем интернета. Правильно, покупаете там сами какой-то товар. И наверняка можете сейчас стать на сторону того же покупателя и сказать, какие ошибки чаще мы, покупатели, сами совершаем, когда вот заказываем какой-то товар в интернет-магазине. Ну, я считаю, нужно внимательно читать описание товара самого, условия доставки. Так, способы доставки, да, обязательно. А давайте, наверное, еще уточним, вот, Людмила Ивановна, скажите, пожалуйста, какие ошибки чаще всего совершаем мы покупатели, именно обращаясь в интернет-магазин? Ну, во-первых, есть такая поговорка, дешевый сыр всегда в мышеловке, знаете где. Конечно. Поэтому, да, покупатели часто вот бросаются за тишевизной, а там могут оказаться мошенники, недопропорядочные люди. И вот обманным путем вам поставить какой-то не такой товар. Это первая ошибка. Потом, когда заказываете товар, обязательно внимательно смотрите на адрес сайта. Требуйте каких-то названий юридических, юридическое название предприятия, адреса, учетно-налогового номера, чтобы потом, если товар как-то вас не... Ну, тут все в чеке вообще есть. Чеки, не всегда доставка... Чек и интернет-магазин, да, что это такое? Вот из интернет-магазина никогда мне чек не выдавали. Расскажите, что это, как он выглядит хотя бы. Это очень-то нарушили все твои права, как потребитель. Так, курьер, да, вы должны, когда, если курьер доставляет, вы должны у него требовать чек на покупку. Если сложный технический товар, еще и гарантийный талон на покупку. Если почта и доставка, значит, должна быть посылка, где должен быть указан юридический адрес с указанием всех же ОНП. Если стоит абонентский ящик внизу, я думаю, что такую покупку даже лучше посылку не вскрывать, потому что если получится какая-то претензия у вас... То вы на абонентский ящик не предъявите, конечно. Никому не предъявите претензию. Они пропали, потом и все. Вот можно вдогонку сразу. Вот признаюсь честно, сам достаточно часто покупаю какие-то там вещи, какую-то технику. Вот в интернете... В интернете ты имеешь в виду. В интернете. Ну, я не скажу, что в большинстве случаев, но бывают такие ситуации, когда товар не соответствует описанию. Вот хочу задать вопрос не только от себя лично, но и от всех, кто бывает в таких ситуациях. Когда покупателю быть на чеку? В какой момент? В момент приемки. Всегда нужно распаковать товар в присутствии курьера обязательно. Посмотреть, чтобы он соответствовал описанию, тем техническим характеристикам, которые человек уже изначально предполагает, знает, как выглядит товар. Чтобы у него было четкое представление. Потому что в последующем, и судебная практика показывает, если был скрыт товар, то затем доказать обратно очень сложно. У нас были ситуации, что человек в упаковке товар от завода-изготовителя привез домой. Прошло три дня, и сейчас у нас целый спор идет в суде. Потому что... Почему? Производитель доказывает, что это в ходе транспортировки причинили этот вред этому имуществу. А потребитель указывает на то, что я априори не мог это сделать, он был в упаковке. Я распаковал через три дня, и это производственный дефект. И идет уже такая полемика в суде. У нас уже четвертое заседание. Но ведь за упаковку тоже отвечает поставщик? Да, но она может быть разной. Поэтому мы всегда потребителям указываем на то, что на необходимость обязательно в момент приемки требует чек. Все, чтобы произвести описание, осмотр товара. И уже весь каждый здравомыслящий человек, исходя из визуального осмотра, он может установить те либо иные дефекты. И если этот товар не нравится, он может сразу его вернуть без проблем. Елена Валерьевна, а вот вам часто приходится проводить экспертизу именно с интернетом? Интернет-товарами. Да, иногда приходится. Ну вот по поводу повреждений, да. Я хочу сказать, что экспертизу провести и установить, кто же повредил товар. Можно сразу быть детализацией. Это что за товар? Ну, это может быть стиральная машина, которая не включается, потому что там какая-то есть деформация. Но это любой может быть товар поврежденный. Если человек при приемке от курьера не проверил на наличие механических повреждений, то он уже не может доказать, что эти повреждения были до передачи курьером этого товара. Ну, вообще бывают обращения уже по вопросам качества бывших в эксплуатации вещей, когда какие-то дефекты обнаруживаются, скрытые, конечно, да. Сначала покупатель всегда должен обратиться, как уже говорили, к продавцу, то есть в интернет-магазин. Интернет-магазин, как правило, забирает товар, куда-то везет. Там товароведы осматривают. И, ну, я не знаю, это в каждом случае или нет, но ко мне приходят уже с заключениями интернет-магазина, что, допустим, этот товар не имеет дефекта производственного характера. И вы виноваты в его образовании сами. То есть он возник по вине потребителя. Но бывают такие ситуации, когда товар, еще не бывший в эксплуатации, человек только примерил его, обнаружил дефект и решил вернуть, а ему вот пишут заключение, что вы сами виноваты. Спасибо. На все случаи индивидуально. Телефонный звонок. Давайте мы послушаем наших зрителей. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Катя. Катерина, слушаем, что у вас случилось? Я индивидуальный предприниматель, и в последнее время покупатели все чаще возвращают товар, которым они уже попользовались. Например, приносят через несколько дней платье, которое видно, что носили. Говорят, что передумали, и просят вернуть за него деньги. Вы возвращаете? Вы забираете платье, возвращаете деньги? Вот как мне быть? Кому я продам потом платье, которое уже надевали? А скажите, как поступаете вы? Спасибо. А как вот поступаете вы? Вы его возвращаете? Ой, забираете платье? Да, забираю. Но у меня вопрос, могу ли я отказать покупателю в таком случае? Ведь она мерила это платье, и все было нормально. Спасибо вам большое. Хорошо вопрос. Значит, покупатель может вернуть качественный товар в течение 14 дней, не подошедший по размеру, расцвету, фасону. Если товар уже был в употреблении, и на нем нет никаких дефектов, товар надлежащего качества вернуть нельзя, и вы вправе отказать потребителю в возврате денег за товар, бывшего в употреблении. должны вернуть в деньги, либо обменять товар только в том случае, если он докажет, что на нем есть производственные или скрытые производственные дефекты. В принципе, в данной ситуации, наверное, скорее продавец должен был обращаться к эксперту, чтобы доказать, потому что это в его интересах. Такие обращения тоже бывают, когда покупатель утверждает о том, что он эту вещь не носил. Экспертиза показывает другую. Инициатором проведения экспертизы всегда выступает продавец. Ну и по определенным признакам можно понять, что носилось. Ну, это, знаете, яркий пример такого понятия, как потребительский экстремизм. Да. Кстати, у нас есть еще один сюжет. Мы специально подготовили сегодня для нашей программы про мошенничество в интернет-магазине. Вот, кстати, возможно ли обезопасить себя? Давайте посмотрим прямо сейчас. Спустя три недели Николаю пришел планшет. Правда, детский. Голубой, с наклейками вместо сенсора и к тому же нерабочий. Как его так обманули, понять не может. Ведь с этой компанией он уже работал, и все товары приходили надлежащего качества. Уже у них просто брал товары, и вот они у меня спросили. Позвонит Николай, я говорю, да, Николай. Мы вас беспокоили телемагазин. А что вы до этого у них брали? До этого брал ножи, потом настельный обогреватель. С ножами и обогревателем проблем нет, служат верой и правдой. А в этот раз и с планшетом обманули, и с товарами, которые надо было купить, чтобы получить выигрыш. Николай заказал гибкую разделочную доску, меламиновую губку и кухонные весы, вместо которых прислали обычный безмен. И отдал за это все больше 15 рублей. Я в принципе не знала, что это будет такая сумма. Но это же, извините за выражение, это на нашу семью на две недели просто тупо на хлеб. Уже лучше я пойду на рынки, переплачу у тех самых китайцев, но куплю, потрогаю, посмотрю и все. А там деньги. Кота в мешке я больше не хочу покупать. Ну вот весы, им на рынке цена 2 рубля где-то. Но за них он отдал около 7 рублей. Конечно, на связь после такого обмана никто не выходит. Телефоны не отвечают и сайта больше нет. С кого требовать ответ за поступки, непонятно. Как только вы получили информацию, что вы стали победителем, вы связались с организаторами этой лотереи, кладете трубку, набираете 102, рассказываете данную ситуацию и говорите о том, что не исключено, что это мошенники. Дайте мне, пожалуйста, сотрудника отдела высоких технологий. Они с удовольствием с вами пообщаются, пометят себе координаты и параллельно уже где-то начнут, наверное, какие-то оперативные проверочные мероприятия по этому сайту для того, чтобы обезвредить и спрофилактировать, чтобы другие не попались вот на эту удочку. Случаи Николая не единичны. В интернете можно найти множество аналогичных отзывов именно об этом продавцам. Благо на посылке есть адрес и данные ПЭП. Поэтому, возможно, найти злоумышленников все-таки удастся. Проверьте, являются ли организаторы действительно индивидуальные предприниматели, зарегистрированные ли в Республике Беларусь, позвоните на их номера телефона. Кроме этого, не спешите переводить деньги ни в коем случае. Удостоверьтесь в том, что вы являлись участником розыгрыша какой-либо лотереи. Если вы не подавали никуда никакой заявки, если вы сами не инициировали этот розыгрыш, то есть не принимали в нем участие, я рекомендую категорическим образом отказаться от приема этого подарка. Остается надеяться, что обманщиков все-таки найдут и деньги вернут всем пострадавшим. А что касается Николая, так он говорит, что больше никогда не будет заказывать товары в виртуальных магазинах, чтобы опять вместо планшета не получить кота в мешке. Вот я все-таки верю, что из любой ситуации есть выход, и справедливость все-таки должна восторжествовать Юрий Леонидович. Мошенничество в интернет-магазинах. Возможно ли себя, любимого и своих близких обезопасить от этого? Безусловно, да. Изначально нужно какие меры предпринять? Обязательно нужно проверить наличие этого субъекта хозяйствования. EGR.gov.by Да, также приложение к журналу «Юрист», ой, вернее, простите, журнал «Беларуси». «Юрист Беларуси». «Юстиция Беларуси», да, «Юстиция Беларуси». Там в приложении идут сведения, если субъект хозяйствования находится в ликвидации. Очень важно, потому что бывают случаи мошенничества. Приносят организацию одну заказываешь, приходит чек, а там может находиться организация, которая совершенно другая. Но ведь часто мы, потребители, смотрим отзывы, если их там больше тысячи, для нас это самые лучшие как бы показатели. Но они также могут быть и просто, скажем так, да, безусловно, они могут виртуально быть. Ну, в принципе, я считаю, что к юристу надо прислушаться. Да, давайте, наверное, поаплодируем нашему юристу. У нас есть телефонный звонок, интересно, это покупки в интернет-магазине или нет. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Надежда. Надежда, вы что-то купили в интернет-магазине? Нет, я купила в магазине Евроопт, ленинцы, да? Так. Пронесла домой, ну и без очков, я женщина пожилая. Глянула, там дырка. Вы вернули их? Я их вернула, но они обменяли, но я говорю, я не хочу их, я их не мерила, ничего. Говорю, верните мне деньги. Они отказали, не вернули деньги. А что, забрали ленинцы, а деньги не вернули? Нет, ленинцы обменяли на другие. А, а деньги не вернули, понятно. Да. То есть, ваш вопрос, правильно ли с вами поступили? Да, да. Я поняла. Спасибо вам большое. Можно коротко ответить? Да, неправильно. Этот товар, если была там дыра, как вы говорите, это товар ненадлежащего качества. Вы имеете право требовать как возврата товара, так и расторжения договора и получения обратно своих денег. Европа поступил неправильно. Спасибо. Людмила Ивановна, скажите, а вот есть же очень много подводных камней, о которых мы, потребители, просто не знаем. Давайте сейчас, пользуясь случаем, эфиром, расскажем о том сроке, мы уже как бы говорили, да, когда можно обращаться к вам, когда к юристу. Напомню, в течение 14 дней. Да, 14 дней. А вообще, какие еще есть моменты, о которых мы даже не догадываемся? Это наши права. Ну, например, потребитель должен знать, что если товар имеет дефект производственный, то его можно предъявлять не только в течение гарантийного срока. Вот так, например, на обувь 30 дней дает продавец. А там сломался каблук или осел задний, как нам сегодня говорил эксперт, на 35-й день. Знаете, что 30 дней это не предел. Производственный дефект можно предъявлять в течение двух лет. Это как на обувь, там... То есть неважно от того, насколько у тебя гарантия. Да, даже если прошла гарантия, производственный, скрытый производственный дефект, вы можете предъявлять потребителю, продавцу, изготовителю в течение двух лет. Это касается и телевизора, и пылесоса. Да. И каких-то больших объектов, та же крыша, про которую мы сегодня говорили. А недвижимость там, по-моему, вообще три года. У нас, по-моему, есть телефонный звонок? Подскажите мне, пожалуйста. Сорвался звонок. Ну что ж, тогда, Максим, у меня к вам еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вы видите перспективы интернет-торговли в будущем? Ну, я считаю, что за этим в будущее. Вы считаете... Люди просто ценят свое время. Но ведь там очень много мошенников. Сначала куда-то ходить. Но ведь там действительно... Ну и в обычных магазинах тоже обманывают. И грубят, и обсчитывают. Нет, ну там как-то все вот видно. А здесь, кстати, очень вопрос, который волнует всех. И даже вот, вы знаете, нашу съемочную группу. Поэтому специально вот от нашего коллектива хочу задать вопрос с нашим гостям. Что делать с покупками с китайских сайтов? И вообще с сайтов не белорусских. Вот мы купили что-то в интернет-магазине. Не подошло китайское платье с китайского сайта. Как его вернуть, а главное, кому? Ну, китайские сайты часто забирают товар обратно. Если сайт... Я говорила, дешевый сыр не выбирайте. Вы выбираете сайты, на которых уже есть хорошие отзывы. И если вы обратитесь в этот сайт, вернут товар, то они примут там и качество проверят все. Но если отказывается этот поставщик идти с вами на контакт, то никакие наши законы о защите прав потребителей, судебно-законные, на них не подействуют, и мы не сможем вам, потребители, помочь. То есть сегодня мы говорим только о правах потребителя в пределах нашей страны? Да. У нас есть, по-моему, еще один потребитель, наверное, уже последний на сегодняшний эфир. Слушаем внимательно. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, что у вас случилось? Что вы купили некачественное? Значит, у меня вот такой вопрос. Я даже не знаю, к кому. То ли к эксперту, то ли к юристу. Мы купили большой красивый диван. Вот как сделать экспертизу такого большого дивана, вот этой большой мебели? Диван стал скрипеть буквально через какой-то малый промежуток времени. И вот куда, вот что нам с ним сейчас делать? Куда его тащить такой огромный? Вот подскажите, пожалуйста. Да, спасибо большое. Вам никуда его тащить не надо. Во-первых, нужно сначала обратиться к продавцу и сказать, что у вас такой проявился дефект. И что, продавец придет? Может, продавец, конечно, придет, приведет своих экспертов, своих работников, они определят причину. Но если они скажут, что нет, это не наша вина, это вы виноваты сами, прыгали там на нем или еще что-нибудь делали, то вы можете вот обратиться в торгово-промышленную палату, у них есть выездной эксперт, и он приедет к вам и тоже найдет причину, почему скрипит ваш диван. И от экспертизы будет зависеть, либо вернете вы диван, либо вы будете сами пользоваться. В данной ситуации эксперт может определить, он является производственным? Этот дефект? Да, или нет. Ну, как правило, если это произведен диван в Беларуси, наши предприятия идут навстречу покупателю и не втягивают его в эти экспертные разборки, если там действительно производственный дефект, то они без проблем... Да, все устраняют сами и не прибегая к помощи экспертов, потому что экспертиза любая стоит денег, а у них свои технологи, свои товароведы, они могут это сами... Что это вы считаете? Илья Анибрюш, у вас есть что добавить? Вы знаете, потребители, здесь такой еще момент очень важный, закон о защите прав потребителей, он предусматривает возможность и право потребителя требовать от поставщика этого, в данном случае, дивана, чтобы вы требовали производства экспертизы самостоятельно в своем письме, потому что если вы сами пойдете, это будет затратно, вы понесете затраты, убытки, которые в последующем надо будет вам взыскивать через суд, иначе они, возможно, навряд ли вам оплатят. Поэтому у вас есть право требовать экспертизу, вы в своем заявлении так и указываете. Прошу провести экспертизу, требую, все. То есть они обязаны по закону очистить прав самостоятельно, вы требуете, они обязаны проводить. Я хочу поблагодарить всех гостей в нашей сегодняшней программе, спасибо вам огромное, потому что, да, мы сегодня выходим в эфир накануне Дня потребителя, я, конечно, хочу поблагодарить и вас, Максим, за такую отвагу, с которой вы пришли сегодня в нашу студию, ну и, конечно же, пользуясь случаем, очень хочется поздравить всех, кто стоит на защите наших потребительских прав, ну и, конечно же, пожелать всем нам, покупателям, приятных покупок. Это была программа «Добрый вечер». Смотрите нас каждый вечер на телеканале «Беларусь-4». Максим. Аминь. Максим. Субтитры создавал DimaTorzok